На широкой рампе здесь, хоть здание не потеряете, и пилоны. Так, ну что, пул строится, арабик агрессивничает, подрезает дроников, сливки, дроники, новое слово, как слоник, только дроник. Так, и пробка ставит пилон на натурале, ну по дефолтной теме, которую мы уже не раз видели от фраера. Нет? Нет, нет, ставит, ставит, все-таки ставит. Просто максимально подно с максимальной задержкой, чтобы пробки строились нормально в мейне, чтобы денег хватало, видимо, ну не знаю. Или просто не хотелось ему там, слишком рано ставить пилон. Пошло микро, через шифты, блочим, 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 блочим хату. В загаде первые псы, 4 собачки королева. И пошла база от фраера. И пилон еще на третьей базе. Такая печаль. Просто грусть за сливку, за зерга. Как с этими тосами быть, а? Вот имбажа, ну. База уже строится, у меня там пилон пока убьешь, пока поставишь, там то и сё. Грустно. Прикольная застройка, заметьте. Гейт не здесь ставится, не здесь вот форж гейт, а гейт как бы внутри, вот так вот. Такая вогнутая застройка. Пилона забегов за минералами. Жестко, жестко. Видимо, будет где-то здесь вот киберкор. Скорее всего, здесь вот киберкор. И сюда зилок. Это будет жесть, просто жесть. По идее, драка есть. Киберкор. Зил. Сейчас посмотрим. Я думаю, что внутри будет киберкор. То есть и быстры не палишь, по идее, там, да? Нет, всё-таки у нас киберкор вот так вот ставится. Прикольно, прикольно. Сюда можно гейт пихнуть, или старгейт, или цитадель. Место козырное. Внутри не палится ничем. Тоже вариант. То есть залетать овером, ну, слева там, из-за фотонки неудобно. С мейна тоже как бы фиг долетишь до сюда. До глубины. Овер палит. Козырную точку для пилона. В дымке. Через которую можно пушить третью. То есть это до варп, типа. Раз до варп, два до варп. И пушим. Там, через камни, или как-нибудь так. Сливка это палит. Палит здесь точку, опять же, для пилона и драков каких-нибудь. Палит третью базу. Всё грамотно. Молодец, сливка. Респектоз. И псы проверяют фотонки. Фотонок нету. Понятно. Хорошо. Корлева раз, корлева два, корлева три. Криптумары есть. Переходим на третью базу. И бусты в киберкоре. Пилон, который палит оверов, типа. Спалила ли сливка или нет? Газ. Это очень грамотно. То есть фраер понимает, есть ли инфа у сливки о газе. И как он будет реагировать на возможную агрессию фраера. Ну, взялом сталкера, там, с возможной пробкой и фейк-пилоном, например. Сейчас фраер спалит овера сливкиного. Смотрите. Причем он палевно ставит гейт. Типа, смотри, сливка, у меня гейты. Вообще палевно. Это, типа, еще и застройка. Но такая провокация жесткая. И сливка все палит. Ну, почему он так ставит гейты, я не понимаю. Сливка палит два гейта. Уже понятно. Агрессия. Возможно, знаете, на что идет ставка у фраера? На то, чтобы сливка реально спалил гейты. И специально хочет, чтобы он перестроил армию. Рачей, собак, чего угодно, но не рабов. И сливка ведется, строит там плетки, рабов, там всю фигню. А фраера может даже не пушить, отменить пилон и просто уйти. А сливка, блин, стальные нервы. Он, видя пуш, видя гейты, сгазывает пять рабов. Нагловато, Децл. Нагловато. Пилон готов. Скоро будет варп. Открывают гейты у нас, да? Уже готово, открыто. Раз, два, три. Пошел варп сталкеров. Похоже на блинг-тему фраера. Через массу сталкеров. А, сейчас будет цитадель, скорее всего. Цитадель, да. Это блинг-тема, фраерская. То есть у нас будет вторая волна, блинг-сталкерами. Ой, а, как зашел там внутрь! Можно было заблочить псами. И блочит сливка, но плетка не достает. Вот, плетки не хватает. Чтобы поддамажить сталкеров. На варп от фраера. Зилком. Поданковать. Опять же, сливка не строит рабов и сливки. Мало дронов. Сверху неплохие залпы сделал сливка, но отдал пару врачей на муви. Теряет сливка королеву, теряет еще одного врача. Хороший заказ собак. Снизу поджимает сталкеров, но... Да, хорошо поджал, хорошо. Отлично поджал, просто супер, супер. Сливка, давай, мочи. Врываются псы в сталкеров. Сталкеры все отдаются. Блинк пушить просто ничем. Блинкер не есть, сталкеров нету. Юниц, сталкеров ноль. Три зила. Вся армия фраера. Нормально. Блинк пуш с зилами и сентрями. Нормально. В принципе, логика проста фраера. Почему он не варпает сталкеров? Он варпает сентрей, чтобы они копили ману на пуш. То есть ему сейчас газ нужно вкладывать не в сталкеров, а в сентрей. Это логично. Добавлять гейты. Минералы лишние сливают с зилов. Все правильно. И в момент пуша уже мы добавим с 8 гейтов кучу сталкеров. Сейчас копится костяк сентрей. Только варп сталкеров пошел. Всего 5 сентрей, что ли, будет в армии у фраера? Апса нет. То есть будет закопка, будет плохо. Фраеру. То есть там, считайте, форсфлды уже не роляют. Кинул флды, вверх закопался и все. Подождал, откопался. Еще сентрей. Пару штуки до варпал фраер. Бустит плюс 2, бустит блинк. Открываются гейты. Роба для апса все-таки. Все-таки роба, правильно. Но у сливки это другая тема. У сливки инфесторы, а не закопка. 6 газов качает. Но инфесторы не успеют. Если прямо сейчас выйдет фраер, то будет очень опасно. Для инфесторов еще примерно 2-3 минуты. Там нужен грейт. Пока он сделается на полминуты, пока инфесторы закажутся, пока они выйдут. Ну, где-то 2 минуты нужно. Сливки. До пухликов плюс 3. Вот оно как. Плюс 3. Ну, фиг знает. Вот уже с плюс 3 будут микозеры. Там уже будет другой разговор. У сливки совсем другой. Под микозом вся эта гапша лопнет. Очень легко. Там всю эту кучу кидается микоз. Тримикоза минус все сентрии. Сталкеры еле битые. О, еле живые. То есть, скорее всего, моя ставка на то, что... Мой прогноз в том, что Сливка, скорее всего, уберет вторую, третью карту. Счет будет 2-1. И мы увидим четвертый сет. В этом финале. Тем лучше. Интересные игры. Мне очень нравится. Получаю истинное удовольствие от такого ЗВП. Пробов у сливки 71 штука. Экономика неплохая. 6 газов есть. Грейды на псов нужны. Там был второй эволюшн. Вот. Грейды на псов пошли. Третью базу мы даже гадим. Загаживаем. Ее точно нет. Мы понимаем это. Первые пухлики выходят. Плюс 3 еще только-только на треть. Скоро наполовину будет готов. И фраер делает выход. Но как раз под пухликов. Но тайминг шикарный. Закупки нет. Пухликов нет. И призма есть для до варпа. Но у сливки 200 лимита. Лимита хорошего. С пухликами. Очень неплохой лимит получается у зерга. Плюс 50 боевого лимита у сливки. Ну. Посмотрим. Вообще даже с пухлями могут лечь так филды у Тоса. Что жесть. Что пухли просто не будут драться. Но пухли дерутся. Пошел Миколос по всем центрям. Пытается сливка с двух сторон. Сверху, снизу. Слева пухлики Микосит. И фраера просто окружили. ГГ. Очень уверенно сливку принял. Противничка. Еще 2-1. 2-1. Так. Ну что. Ждем. Четвертую игру. Уже по счету. Так. Сливка ожидает. Поехали. Джоин гейм. И фраер выбирает Толдоримский алтарь. Блин. Самая жесткая карта. В ПВЗ. Самая жесткая. Почему ее убрали из ладора? Все просто. Зергу. Нереально трудно оборонять третью базу из-за камней. Нереально. Оставится далеко. Бежать до нее далеко. Корнею переводить неудобно. Рабов переводить тоже неудобно. И. Ну очень тяжело выбрать страту правильно. Под Толдорим. То есть Тоса в этом плане гораздо проще. Две базы. Окей. Зела ставили на камнях. Там он справляется. Или там даже два зела. А мы не справляем. То есть Тос может ставить базу чуть позже чем Зерг. Его это устраивает. А Зергу нужно ставить базу рано. Ставить ее либо здесь. Либо здесь. Косяк. Ну и сверху ставится пилон. Агрессивный варп вниз. Печально. Здесь. Ну просто далеко бежать досюда. С мейна. Вот такого круголя. Рачам без скорости. Жестко. Ну что посмотрим. Посмотрим что будет делать Фраер и Сливка. Пошли в тамп поехали по экспам. До конца не доезжаем. Только до уровня крипа. Все правильно. Овер наверх. Оверк среспалит пробку и поймет что Кросс респауны. Ну по таймингу разведки от Фраера Сливка должен понять что Это кросса. Это был какой-то звук. Какой-то. Как будто был овер в заказе. Лишний. И Сливка его отменил. Или у меня глюки. Вполне может быть. Так или иначе Сливка собирается ставить Хату 14 на Толдориме. Лол. Сливка нет. Ноу. Сливочка. Зачем же ты так рискуешь на Толдориме? Для чего довела зерга в карту. Видите. Сливка играет в Хату с Тосом. Потому что Толдорим. Га. Плохая карта. Плохая. И Фраер фатонит. 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 Катаются рабы. Ставится пул. Едет вторая пробка. Снизу фатонит. Грызется пилон. Но. Отменяется. Типа фейк. Типа фейк. Но это не фейк. И Сливка не проверяет снизу точку. Но это же Баян. Но Сливка это такой Баян адский. Овер. Сюда. Рабы здесь. Ну. Ну. Блин. Ну Сливка. Ты же опытный зерк. Неужели не знаешь про такой развод? Блин. Ну это. Такая бобрятина. Ну. Ну проверяет. Но поздно. Уже Фатонка на треть готова. Сливка. Так дешево. Блин. Ну так дешево. Два раза. Из трех по сути он проиграет. Фатонкам. То есть что Клауд. Что Толдорим. То есть прикиньте. Да. С трех игр проигранных Сливкой. Две Фатон Раш. И одна просто Эпик. Игра Платина. На Дейбрейке. И вот такое после этого. Да. Еще и Роба запилил. Конечно ставятся плетки. Но. Что делать с Сливки. Ну непонятно. Ну грустно. Жалко. Обидно за Сливку. Фатонка пошла уже там. Гражует Фраера. Натурал себе. Ставит два газа. Пытается выйти в Лайер. Видимо в Нидус. И в Роучей. Но. При этом подпушить Псами. Шансов у Сливки крайне мало. Крайне. Потому что Фраер может скаутить сколько влезет. Пробка проезжает. Мимо Псов. На пофиг. На Мейн. Палит Лайер. Не Лайер. Палит два газа. Опять же пробка все понимает. Что базы нету. Ну прокси хаты на Мейне. Да. Тут слева справа тоже нету хаты. Потому что газ. И в принципе мы просто строим рабов. Нижайшие. О. Пробег. Пробег Сливочка. На. Грызи. Ну блин. Буквально. Момент был. Там секунд пять. Была дыра огромная. Здоровенная. Дыра мечты Сливки. 3-1. Фраер выигрывает. И получает 3 тысячи рублей. Ладно. На этом я свой стиль заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Приходите еще. На регуляр капы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.